А у среднего американца ничего нет. 40% напомню, ничего не имеют. Инфляция очень их расстроит. А крах фондового рынка сломает им жизни. Так что у нас большая проблема назревает. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать в новое видео! Сегодня я покажу тебе шокирующий прогноз Роберта Киасаки. Но сначала поговорим про результат нашей сделки в недавнем видео. Мы прогнозировали, что Waves на краткосрочной перспективе вырастет. И заходить мы будем на пробитие верхней границы. Так и случилось. На пике Waves дал 23% прибыли. При том, что почти весь рынок падал. Это был отличный сигнал. Сегодня я хочу показать тебе свою новую сделку. Это пара V-Chain против Тезера. И как мы видим, здесь V-Chain находится в этом восходящем канале. Где верхняя граница служит сопротивлением, а нижняя граница служит поддержкой. Сейчас мы в очередной раз тестируем его нижнюю границу вот здесь. Если мы отскочим от нее, то это будет хорошим сигналом для входа. В прошлый раз я не говорил конкретные цифры, но на этот раз я решил исправиться. И так и будет впредь. Итак, зашел я по цене 0,03-035 доллара за монету. Стоп-лосс поставил на цене в 0,0289 доллара. Это отметка предыдущего касания цены этой нижней границы. Целей я поставил 3. Первая цель находится на отметке предыдущего локального пика. Это 0,03173 доллара. Вторая цель находится на середине этого канала. Это 0,033 доллара. Мы видим, что это очень важная линия, потому что на протяжении этого движения она выступала этой поддержкой-то сопротивлением. И наконец, третью цель я поставил на отметках верхней границы этого канала. 0,037 доллара. Торгую чисто спотом. Хожу на 5 тысяч долларов. Фиксировать буду трижды на указанных целях. Все это делаю на бирже OKEX. Ссылка на нее будет в описании. Ты можешь наблюдать за моими сделками, а можешь повторять их на OKEX. Буду благодарен, если зарегистрируешься по моей ссылке. Сейчас, когда YouTube отключил монетизацию в России, канал почти ничего не приносит. Поэтому твоя поддержка будет очень кстати. Тем более, что тебе нужно всего лишь зарегистрироваться на бирже. И все. Большое спасибо за твою поддержку. Автор известных бестселлеров и знаменитый инвестор Роберт Киосаки в своем последнем интервью дает ужасающее предупреждение инвесторам, что крах рынков, который мы сейчас наблюдаем, это всего лишь начало. Рекордная за последние 40 лет инфляция выше 8% по словам Роберта приведет куда более плачевным последствиям, чем многие думают и ожидают. У себя в Твиттере он написал, пузырь всего превращается в крах всего. Является ли это началом наибольшей депрессии в истории? Я обеспокоен. Это мир долгов, войны и лживых политических лидеров. В последнем интервью Роберт комментирует свое видение будущего и почему он уверен в биткоине, эфириуме, серебре и золоте в качестве хеджирования против будущих рисков. Давай послушаем самые важные моменты из его интервью. Есть такой парень из Канады, как Джордан Питерсон, и он говорит о том, что жесткие люди это опасные люди, а Трамп был жестким парнем. Затем он сказал, наблюдайте за тем, что делают слабые люди. Этот Байден слабейший из всех, кого я видел. И что сегодня происходит? Китай и Россия бросают вызов Соединенным Штатам. Это очень опасный мир и все становится хуже с каждым новым моим интервью. Когда был Трамп, я был намного более оптимистичнее. Но теперь у нас самое слабое и коррумпированное правительство в истории. Помните, что случилось с ноутбуком Хантера Байдена? Если уже даже ФБР теряет ноутбуки, то в этой стране что-то явно не так. Как вообще ФБР может терять такие важные вещи? В наших школах нет финансового образования. Меня это беспокоит. Также меня беспокоит Китай и Россия. Как мы знаем, Америка ничего не производит. Больше ничего не производит. Кроме пузырей. Мы просто раздуваем пузыри. Например, на рынке недвижимости, на рынке акций, облигаций и так далее. А затем Байден замораживает проект нефтепровода Kistonic Cell. Это нас окончательно добило. Инфляция сразу же начала расти и у среднего американца вдруг не оказалось и тысячи долларов. 40% американцев не наскребут и тысячи баксов сбережений. И рост инфляции приведет их к крайней нищете. Это именно тот момент, когда начинаются революции. В таком случае фондовые рынки рухнут еще больше, а накопительные пенсионные счета обесценятся. Такие парни, как я, будут обречены. У нас не будет пенсии. У нас три вещи. Мы теряем контроль над Министерством финансов. Наши права попираются и ко всему наши Минобороны фактически находятся в состоянии войны. Также соотношение долга к ВВП вне нашего контроля. У меня нет акций. Я не инвестирую в фондовый рынок, но мои компании там торгуются. Скажу по секрету, там процветает инсайдерская торговля. Лучшие сделки совершаются наперед. Когда люди спрашивают, инвестирую ли я в биткоин. Да, когда он стоил 6000 долларов. Но вот Солана, к примеру, все еще считается ранней инвестицией. И у нее есть возможности. Но сейчас, кажется, консервы из тунца куда ценнее Соланы и криптовалют. Нужно понимать, что сегодня важно. А у нас самое слабое правительство в мировой истории. Америка в серьезной беде. Китай и Россия бросают нам вызов. Мы пошли в Иран и Венесуэлу, чтобы покупать там нефть. А Байден обрубил нам нефтяное предложение. Все говорят про какую-то внутреннюю ценность, когда ищут активы для инвестиций. А что это такое? Я могу есть тунец. Вот это ценность. И если начинается голод, лучше бы у меня был тунец, а не Солана. Все эти годы, что вы знаете меня, я похож на родний денджерфилда финансовом мире. Я люблю шутить над всем. Потому что иначе люди меня не услышат, а они слишком серьезно воспринимают все происходящее в финансовом мире. Я просто говорю, что у нас большие проблемы. Очень большие. И все становится хуже. Вот что пугает меня. Годами я покупаю зерно, биткоин, золотые и серебряные монеты. Потому что правительство не может их отследить. Я могу использовать их как деньги. Я могу уехать куда угодно и тратить там свое серебро, золото и биткоин, и меня никто не отследит. Не то, чтобы мне было что скрывать. Просто я давно не верю правительству. Я устал от него. Как я говорил, если даже ноутбук сына президента исчезает из ФБР, то у нас какая-то очень серьезная внутренняя проблема. Вот поэтому я и написал, что лучше буду с рыбной консервой сейчас, чем с саланой. Это становится смешным, ведь я могу есть рыбу, но не могу есть салану. Помните, Америка прекратила создавать продукты. Теперь мы создаем пузыри. Что же хорошего в пузырях? Когда они лопаются, активы можно покупать с огромными скидками. Когда это случилось в 2008-м, я подождал до 2010-го и одолжил 300 миллионов долларов. Я начал покупать недвижимость по обвалившимся ценам. Совсем недавно рынок репостного развернулся, что означает, что нас ожидает рецессия впереди. Но теперь я боюсь, что нас ожидает и революция тоже. Когда люди не могут позволить себе рыбу, нас ожидают протесты. Крах этого пузыря будет совсем иным. Когда Байден заморозил тот нефтепровод, цены на нефть взлетели. Также подорожали и удобрения. А когда удобрения больше не дешевые, люди не могут производить еду. А у среднего американца ничего нет. 40% напомню, ничего не имеют. Инфляция очень их расстроит. А крах фондового рынка сломает им жизни. Так что у нас большая проблема назревает. Поэтому лучше читайте мой твиттер, а не слушайте Байдена. Я бы лучше запасался консервами с тунцом сейчас. Итак, Роберт Киосаки прогнозирует какой-то апокалиптический сценарий вплоть до революции в Соединенных Штатах и продолжения краха рынков. Он ожидает рецессии такой, какой еще не было в истории и предпочитает больше покупать зерно и рыбные консервы, чем акции и криптовалюты. Единственным исключением для него является биткоин и эфириум серебро и золото. Также он положил глаз и на Солану. Теперь, когда ФРС США ужесточает монетарную политику, облигации падают, а доходность двухлетних облигаций США инвертировалась, инвесторы боятся наступления рецессии. К этому добавляется падение фондовых рынков на 20 и больше процентов и криптовалюты на 50. Однако лично я остаюсь уверенным в криптовалюте, даже если все вокруг в ней разочаруются. Здесь полно инновационных технологий и решений, которые изменят мир, просто это не происходит за несколько лет и на это нужно время. По-настоящему инвестора вознаграждает его терпение и правильный выбор активов. А в правильности инвестиций в биткоин у меня сомнений нет. И на этой позитивной ноте я говорю тебе, что меня зовут Богатейщий Ди. Подписывайся на канал. Телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями. Комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok